Всем привет! Меня зовут Катя и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас такое с вами приветствие, потому что я снимала монобрендовый обзор на Шарлотту Тилбери и когда монтировала, я поняла то, что у нас с вами получается опять видео на 40 минут и я решила самое интересненькое палетки теней оставить на сегодня. А всю остальную коллекцию косметики Шарлотты, которая была у меня на тестировании, вы можете посмотреть в видео, которое сейчас появится в левом или в правом. В общем, в углу экрана подсказки. Если хотите сначала посмотреть этот обзор, а потом вернуться к предыдущему видео, то ссылочка будет ждать вас в инфобоксе. Разворачивайте его обязательно и приятного просмотра! И последнее, на что мы сегодня будем с вами смотреть, это будут, конечно же, четверки палетки теней от Шарлотты. Я думаю, что это один из самых популярных продуктов у бренда. И у меня сегодня для вас две. Первая это стандартная линейка лакшери палет в оттенке пилоуток. Я, понимаете, пытаюсь разглядеть, так я во сне вам могу встать просто посреди ночи и сказать, как называется эта палетка, потому что, конечно, Шарлотта достала своим пилоутоком, она привязалась к нему и никак не может слезть. Это как тарт и шейп-тейп. И вторая палетка, это, наверное, была какая-то лимитка, потому что классика у нее выглядит вот так же в бордовых упаковках. Называется она Exegereous, наверное. Я не уверена, подпишу обязательно название. И, в принципе, когда вы достаете палетку, о ее какой-то уникальности перед другими, не остается и следа. Вот так выглядят они. Видите, вообще никакого отличия. Есть отличия только сзади, потому что разные названия палеток, да, и разные названия оттенков, а так вообще идентично все. Давайте начнем с пилоуток. Я думаю, что многие именно об этой палетке хотели бы узнать мое мнение, потому что она все-таки считается уже культовой. Эту палетку либо любят, либо вообще не понимают. Вот я из того лагеря, которые не понимают ее, потому что на мне, вот несмотря на то, что в рефиле она кажется розовенькой, ну, посмотрите, прямо розовая. На мне она рыжая. Я не знаю, как так получается. Уже нанося матовые оттенки, на мне получается кирпичик, и вот эти вот достаточно такие тепловатые блестки тоже дают такой эффект. И самый красивый оттенок, который делает тут всю палетку, вот этот вот. Посмотрите, как замыливается собака. Он и так, знаете, такой каменный, что кажется, что вообще ничего не набирается. Но он еще и так засаливается. То есть для того, чтобы он был все время в ходу, вам нужно его тереть какой-нибудь жесткой щеточкой, например, для бровей. А чтобы вы понимали, во всей этой палетке всего 5,2 грамма. А стоит она очень небюджетно. И самый красивый оттенок вы просто половину счешете. По мне так спарклы не должны так делать. И, в принципе, у меня к ней претензия только вот в запекаемости спаркла и в том, что она на мне дает рыжий эффект. Субтитры создавал DimaTorzok Все остальное будет по техническим характеристикам идентично вот этой вот палетке. Но здесь мне нравится цветовая гамма. Сегодняшний мой макияж сделан именно этой палеткой. У меня к ней тянется рука, в отличие от пилы Уток. Она попрохладнее. Конечно же, ей далеко до какой-то такой холодной палетки. Но прошу обратить внимание на вот этот вот спаркл. Он по ощущениям, когда его набираешь на палец, точно такой же, как и в пилы Уток. Но я работала с ними одинаковыми кистями, одинаковым методом. Почему-то здесь ничего не запекается, а здесь запекается. Я узнаю у Насти, насколько эта палетка старше, чем вот эта. Возможно, это просто новее, и этот спаркл ждет точно такая же судьба, как и этот. Но пока, к счастью, такого не происходит. Субтитры сделал DimaTorzok И, в отличие от этой палетки, здесь всего один матовый оттенок, два таких сатиново-шиммерных и один спаркл. Здесь у нас другая ситуация. Два матовых, один сатиново-шиммерный и... Ну, тут, наверное, скорее сатин. Прям сатин-сатин. И спаркл. Если вам нужна такая палетка на каждый день, когда просто, знаете, утром проснулись, еле оторвались от подушки, и в полутеме, в полудреме нужно быстро сделать красивый, офисный, такой ежедневный макияж, я очень советую палетки от Шарлотты. Мне кажется, таких быстрых макияжей у меня сто лет не было. Просто берешь кисточку, тык-тык, матовый сам растушевался, сам ушел в кожу, вообще сам все сделал, вам только надо кисточкой пару раз помахать. Сатины прекрасно вот эти вот... Я не знаю, не определился я их, как называть. Сатины или шиммеры? Нет. Для меня это все равно такая полусатиновая текстура. В общем, сатины прекрасно наносятся кисточкой, прекрасно растушевываются, вообще нет никаких проблем. А вот спарклы это тот оттенок, который засияет на веки как стекло, только при условии нанесения пальцем. Во-первых, на кисточку он практически вообще не набирается, а во-вторых, даже если что-то набрали, вот эти вот кусочки отдельные, нужно будет хорошо кисточкой втереть в века. Такие себе ощущения. Пальцем же это не жующие веки спарклы, прекрасные, влажные. Знаете, мне кажется, это одни из самых влажных спарклов, которые я когда-то видела в своей жизни. И вот эту палетку мне будет очень жалко отдавать, потому что я ее как-то так, знаете, полюбила уже по-своему. И очень мне здесь нравится спаркл. Знаете, в последний раз мне нравился так спаркл в палетке стилета от Марка Джейкобса. Вот тот невероятный доохромный спаркл. Нравится приблизительно так же, как спаркл вот в этой палетке. Также очень понравились матовые, как я сказала, которые делают всю работу за вас. А вот сатины немножечко все испортили, потому что я такую текстуру сама по себе не люблю. Редко ношу. Если уж наносить металлик, так чтобы сияло. Ну, не нужны мне офисные ежедневные макияжи на каждый день. Просто нет такой технической задачи. Если бы была, то я обязательно бы обзавелась палеткой Шарлотты. Они намного мне по качеству понравились больше, чем Том Форд. Хотя, как бы, Шарлотта раньше работала в Томи Форде и говорили то, что это приблизительно одно и то же. Но не знаю. Я увидела отчетливую разницу, и тени от Шарлотты, по мне, показались намного легче в работе. Я для себя решила, что большие палетки от Шарлотты, вот эти вот длинненькие, это вообще не моя история, потому что там вообще нет спарклов, насколько я понимаю. Там только матовые и вот эти вот полуметаллики, полусатины. В общем, лишать себя такой красоты точно не стоит. А вот что касается четверок, то я хотела бы приобрести полностью палетку попсов. Это Шарлотта называет вот эти вот спарклы, эту текстуру так. Например, мне очень нравятся рождественские лимитки от Шарлотты. Вот в прошлом году такая была бордовая, в этом году зелененькая, с бежевым. И я, если честно, долго сидела и думала, когда вот была скидка предчерно-пятничная на культе, и когда палетку попсов с зеленым рефилом можно было купить с хорошей скидкой, я что-то зажмотилась, знаете. Я думала, купить, не купить, купить, не купить. Воля уже купила Аурглаз и не купила. И знаете, сейчас немножко жалею. У меня Черная Пятница, в отличие от вас, еще впереди. Так как вы видите это видео только на следующей неделе, я еще имею возможность на Черную Пятницу поймать ее со скидкой. Те, кто купил ее на культе или где-то в другом месте, я вас поздравляю, обязательно напишите мне потом, как она. И давайте напоследок посмотрим на каждый оттенок поближе. Начнем давайте с палетки Exegereous. Вверху располагаются два сатиновых оттенка, внизу один Sparkle и один матовый. Сатиновые в этой палетке прекрасного качества, если вы такое любите, наносятся они прекрасно и кистью, и пальцем. Первый оттенок такой слоновой кости, прямо такой гладко-жемчужный, а второй розово-золотистый. Мне как раз таки нравится больше второй оттенок, я могу его и на все подвижное веко нанести, а вот цвет слоновой кости только под бровь или в уголок глаза, какой-то он, знаете, обычный что ли. Я бы лучше заменила его на месте Шарлотты на Sparkle. Эти два оттенка пылят при наборе на кисть, но при этом прекрасно ею набираются и передаются на веко. Стойкость целый день, тушуются прекрасно. В общем, если вы любите сатины, повторюсь, это отличный вариант. Дальше будем с вами смотреть матовый оттенок из этой палетки. По мне он какой-то такой красно-коричневый. И если внимательно присмотреться на сводч, то кажется, как будто бы этот матовый оттенок немножечко отливает таким, ну совсем легким сатином. И мне кажется, что это действительно так, потому что у них просто великолепная тушевка, напоминающая сатины. Очень легкие матовые в работе, абсолютно не сыпящиеся под глаза, не ставящие пятен, не залипающие, наслаиваются как на сами себя, так и на другие оттенки из палеток Шарлотты. И я действительно давно не видела таких легких в применении матовых оттенков. Мне кажется, его можно растушевать пальцем на бегу. Божечки. И вот посмотрите, последний оттенок, это тот Sparkle, про который я вам говорила все видео. Он, как и все Sparkle Шарлотты, на прозрачной базе. И, на мой взгляд, это больше топпер, чем самостоятельный оттенок. Но, боже, посмотрите, какой он влажный. Вот на веке он точно такой же. И причем это тот редкий случай Sparkle, когда вы наносите слой за слоем на веко, а веко не становится более зажеванным или более текстурным. Все выглядит очень красиво. И вот этот вот оттенок, отдающий в серебро, знаете, на мне серебро как-то обычно дешево смотрится. Привет, девяностые. Но вот это такое деликатное, что я могу носить его практически каждый день. И я бы хотела купить эту палетку исключительно вот из-за этого Sparkle. И вторая палетка, это знаменитая классическая версия Pillow Talk. Давайте будем смотреть на нее поближе. Здесь два матовых оттенка, один Satin и один Sparkle. Матовые из этой палетки очень похожи на матовые из предыдущей, но здесь они при наборе кажутся намного более мягкими и шелковистыми. Также пылят при наборе на кисть. И точно так же прекрасно и мягко растушевываются в дымку, прекрасно наслаиваются, не залипают и не ставят дырок. Но вот почему-то именно шелковость в этой палетке у этих рефилов намного выше при наборе. Один цвет такой розово-дымчатый, другой мягкий-коричневый. И они, конечно, идеальные в качестве матовых. Единственное, что в сочетании именно с моим оттенком кожи дают какую-то рыжину. Вот я сейчас смотрю на пальцах, и мне безумно нравятся цвета, но, к сожалению, на глазах это у меня выглядит совершенно по-другому. Дальше сатиновый оттенок из этой палетки. Это такое очень мягкое, очень нежное шампанское. И в отличие, например, от светлого оттенка из палетки Exigerious, он мне нравится тем, что он не белый. Он не выбеливает века, он именно такого телесного цвета. И если вы, как и я, не любите, например, сатиновые тени, то им можно не только уголок подсветить, но если совсем не пойдет, то можно использовать в качестве замечательно очень красивого хайлайтера. Единственное, конечно, то, что рефил очень маленький, но, по крайней мере, это не будет тот оттенок в палетке, которым вы практически не будете пользоваться. По характеристикам этот сатин точно такой же, как и в предыдущей в палетке. Он гладкий, он хорошо передается и набирается кистями, не сморщивает века, носится весь день, в общем, никаких вопросов. И звезда этой палетки это Sparkle, розовое золото. База у него больше розовая, блестки больше золотые. И вот в сочетании с этими матовыми как раз-таки и вылазит ржана на моем веке. Однако он все такой же влажный, все такой же нежующий века, держишься целый день. И я забыла вам сказать, что Sparkle, что в предыдущей палетке, что в этой, это единственные оттенки у Шарлотты, по крайней мере, из тех двух палеток, которые я попробовала, которые сыпятся и сыпятся прямо в глаза. И я не могу сказать, что когда я ношу линзы, что мне это комфортно. Вы, когда я делала макияж, можете даже увидеть, когда я наношу Sparkle, как раз-таки из палетки Pillow Talk, он сыпется мне на линзу, и я прям не могу проморгаться. Неприятные ощущения, давно я такого не чувствовала, знаете, как будто песок в глазах, но блески тут настолько мелкие, что я не думаю, что они могут травмировать глаз. Но если у вас чувствительность глаз высокая, то имейте это в виду. Подводя итог по палеткам, они мне по своим техническим характеристикам понравились. Pillow Talk не понравилось по цветам. К сожалению, на мне рыжит, но я знаю девчонок, на которых она абсолютно розовая, пыльная и очень красивая. Все зависит от вашего цветотипа. Мне, к сожалению, не повезло с ней, в отличие от помады. Видите, одна линейка, грубо говоря, один посыл, но вот какой разный эффект. А вот эту вот палеточку Exigerious я полюбила, и мне будет жалко даже с ней расставаться. Возможно, на каких-нибудь скидках куплю, но без скидок, конечно, дороговато. Из-за одного вот этого попса, который, знаете, так пролез ко мне в голову и говорит, «Купи, купи, я красивый!» Со мной разговаривает палетка теней. Вызывайте эту неотложку. Искаченко. Меня останавливает только наличие двух сатинов, которыми я не так часто буду пользоваться. Да. Вот были бы тут два попса, вот, наверное, за место вот этого сатина. И вот этот сатин и вот этот матовый я бы точно купила. Давно я не видела настолько влажного века, как Аспарков от Шарлотты. Но у меня сейчас под столом лежит посылка от моей подписчицы Кати из Белоруссии, и я знаю, что она там мне прислала на пробу тени Бернович. Вот. Именно Спарклы. Знаете, я жду прямо новогоднего чуда. Когда открою эту посылку, я думаю, что это видео будет в следующем. Но если вдруг оно уже вышло, то вот здесь вот оставлю подсказку, нажав на которую вы перейдете на то видео. Да. Я показала вам все продукты, которые у меня есть. И если вам понравилась идея монобрендовых обзоров, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Конечно, это очень сложные по финансовым затратам видео, потому что, например, Шарлотта, как вы понимаете, совершенно небюджетный бренд. И спасибо девочкам еще раз то, что они предоставили эту косметику для тестирования, и мы с вами смогли познакомиться с новым брендом, с новыми продуктами. Но если вам понравится формат этого видео, то я постараюсь снять что-то подобное на то, что у меня уже есть. Также пишите в комментариях, что вы от Шарлотты любите. Или, может быть, не любите. Мне будет очень интересно почитать. Благодарю вас за подписку на мой канал, за все ваши лайки и комментарии. И мы увидимся с вами совсем скоро. Всего вам доброго, до свидания и с наступающим Новым Годом!